Я все время брал квадрат и либо на единицу увеличивал его сторону, либо на единицу уменьшал. А сейчас будет великая картинка. Действительно великая, ребята. Потому что это одна из важнейших картинок школьного вуза Албека. Картинка такая. Я вверху квадрат, у которого сторона состоит из двух произвольных отрезков. То есть совершенно не обязательно, что один из них равен единице. Просто какие-то два отрезка. И обозначают стороны вот этого квадрата буквой А. А стороны вот этого квадрата буквой Б. Тогда вся сторона большого квадрата это А плюс Б. Но и здесь по вертикали, естественно, тоже А плюс Б. И мы с вами получаем великую форму. Площадь большого квадрата это вот что такое. Площадь большого квадрата это площадь вот этого квадрата, площадь этого квадрата и два прямоугольника. Но внимание, прямоугольники с известными сторонами А и Б. Значит, площадь этого прямоугольника это А умножить на Б. Площадь вот этого квадрата это А в квадрате. Площадь вот этого квадрата это Б в квадрате. Значит, А в квадрате плюс 2АБ плюс Б в квадрате. Вот. Это действительно очень важная формула. Очень важная формула школьной математики. Повторяю. Для любых двух чисел. Уже не обязательно одно из них равно единице. Для любых. Они могут быть целые, могут быть ровные. Какие угодно числа. Все равно квадрат суммы. Это квадрат первого слагаемого. Удвоенное произведение. И квадрат второго слагаемого. Господа, а что будет, если мы напишем не Б, а минус Б? Да? А квадрат? Да. А в Б? Да. Плюс Б квадрат. Плюс Б квадрат. Развитие А почему? А почему? Нет, но есть вариант. Учительница сказала. Или, я не знаю, в учебнике таком-то прочитала. Это тоже... Говорите честно. Можете ли вы как-то объяснить, почему это? У нас была такая штука, что это будет садиться. А, у нас была... Это здорово. Это хорошо сказали. У нас была такая штука. Да? Вы абсолютно правы. У нас была формула Н квадрат минус 2Н плюс 1. Ну, хорошо. А как ее все-таки доказать для любого? Так. Она положительная на отрицательную, дает всерезательную. Поэтому мы знаем то, что минус 2АВ. А отрицательная на отрицательную, это дает положительную. Значит, Б квадрат плюс... Смотрите, ребята. То, что он сейчас сказал, это другой подход. Смотрите, предыдущий человек. Вот эта формула верна по аналогии. То есть является обобщением вот этой. Понятно? Она является обобщением этой формулы. Потому что мы просто вместо единички написали. Вот. А вот только что прозвучала другая мысль. Эта мысль, но, впрочем, чрезвычайно важна. Это вера в алгебру. То есть мы доказали форму А плюс Б в квадрате для положительных чисел А и Б. А он говорит, а в алгебре всегда, если что-нибудь докажешь для положительных, то оно всегда верно для всех. Говорят, заметьте, пожалуйста, обычно так. И на самом деле именно поэтому-то в алгебре и придумали отрицательные числа. Потому что почти все формулы верны для положительных чисел. Верны и для отрицательных тоже. То есть смотрите, что он сказал. Возьмем вот эту формулу, которую мы доказали для положительного. И подставим туда вместо Б минус Б. Что тогда получится? Но здесь будет так. А плюс минус Б. Но вообще-то прибавить отрицательное число это и есть вычесть. Так что все пока совпадать. Здесь будет А в квадрате. Дальше 2А умножить на минус Б. И дальше минус Б в квадрате. Так вот, плюс на минус дает минус. Это тот самый минус. А минус в квадрате минус на минус дает плюс. Идея понятна? Это, конечно, не доказательство. Потому что для того, чтобы это стало доказательством, надо объяснять строго, что такое отрицательные числа. А я уверен, что большинство из вас это строго не знают. Да, пожалуйста. У меня появилась идея построить квадрат с стороной А. Взять на стороне произвольный отрезок. Это будет Б. И дальше то же самое произвольный отрезок. Отлично. Отлично. Такая геометрическая иллюстрация. Давайте я ее, кстати, сейчас для всех нарисую. Можно я посчитаю, что это уже поняли? Это уже считается, что все поняли. Представим себе, что у нас так что случилось, что Б меньше, чем А. И тогда вот этот отрезочек будет А минус Б, а вот этот отрезок будет Б, а этот весь отрезок будет А. И, соответственно, вот этот квадрат, это и будет то самое. А минус Б в квадрате. Как получить площадь этого квадрата маленького из площади большого квадрата? А очень просто. Берем А квадрат. Это площадь большого квадрата. Отрезаем вот такую полосу. Смотрите, это полоса размером А на Б. То есть как раз отрезаем А, Б. Отрезаем вот такую полосу. Это тоже прямоугольник размером А на Б. Вы здесь А. Уже две полосы отрезали. Нет. Да. А там два раза. А. Именно. Именно. Там два раза. И поскольку вот это место мы выбросили два раза, то возвращаем. Еще раз. Чтобы получить вот этот квадрат, надо из большого отрезать одну полосу, отрезать вторую, и понять, что это было отрезать два раза, а надо было отрезать только один. Поэтому ее нужно вернуть. Идея понятна? Да. Вот. Отлично. Значит, эту формулу мы доказали. Любители строгости скажут, что мы ее доказали для случая, когда А и Б положительные числа, причем А больше или равно будет. Ребята, давайте договоримся так. На самом деле, правило раскрытия скобок верно для любых чисел. Для положительных, для отрицательных. Вот есть в алгебре такое правило. Какие угодно у вас числа, а вот так скобки раскрывать можно. Ну и соответственно, если минус, то то же самое верно. И если вы воспользуетесь этим правилом, то доказать формулу для А минус Б в квадрате вы могли так. Что это А минус Б в квадрате по определению? Это А минус Б умножить на А минус Б. Давайте вот это вот число обозначим Х. Вот это вот число у нас будет У. Вот это вот число у нас будет З. И применяем вот эту формулу. Получается А минус Б умножить на У минус А минус Б умножить на Б. А дальше вы понимаете, что мы еще... А У это А. Да? А У это А. А дальше вы понимаете, что можно еще раз применить то же самое. Ну то есть представляем множители, раскрываем скобки и все получаем А квадрат минус Б А минус А квадрат плюс Б квадрат. Ну, нет, нет, почему? Минус АБ. А квадрат минус Б А минус АБ плюс Б квадрат. Отлично. Так вот это минус Б А и минус АБ это как раз есть те самые два АБ. Все. Все. Я считаю, что с этими формулами мы покончили. Теперь наступает более трудная часть занятия.